По данным счетной палаты, Владимирская область лидирует по ценам на бензин в Центральном федеральном округе. Это касается 92-й марки. По 95-му мы вторые после Москвы. Но высокая цена – это отнюдь не гарантия качества. Как получается, что на наших заправках можно купить даже печное топливо? И кто защитит водителей от плохого бензина? Пытались разобраться эксперты и общественники из Народного фронта. Волна жалоб на плохой бензин прокатилась по Владимиру прошлой осенью. Специалисты объясняют это кризисом на рынке. Топлива не хватало, разница между оптовой и розничной ценой существенно уменьшилась, и нечистые наркопредприниматели начали покрывать убытки, разбавляя бензин. Народный контроль, который уже 10 лет занимается этой проблемой, провел проверку. Половина проб не соответствует норме. Недолив, подмена одной марки топлива на другую – это еще не все. Мазут чуть ли не наполовину разбавляют водой, а кто-то продает печное и авиатопливо. Причем, не скрываясь, в документах так и указано. Все это, понятно, отражается на состоянии автомобиля. Рискует потерять свой автомобиль в том числе. Любая присадка, она повлияет на то, что топливная система в автомобиле просто будет неисправна работать. В конечном итоге на многие, наверное, запасные части автолюбители попадут. С декабря заправки проверяет и полиция. На одном из предприятий, на него возбуждено административное производство, правоохранители обнаружили не только некачественный бензин, но и лицензионные нарушения. В двух словах объясню, что зарегистрировано в технадзоре было 4 резервуара. По факту на данном предприятии было использовано в экономической деятельности 16 резервуаров. То есть 12 резервуаров были использованы незаконно. В результате этого был предприятием получен доход с использованием этих резервуаров более 12 миллионов рублей. Чтобы обезопасить себя, водители, как правило, выбирают проверенные АЗС. Ведь если заправляться, где попало, доказать что-то в суде довольно проблематично. При любых подозрениях нужно обязательно сохранять чеки, советуют правозащитники. Но какого-то действенного способа защитить водителей на сегодняшний день нет. Чаще всего недобросовестные АЗС остаются безнаказанными. Общественники предлагают брать пример с более продвинутых регионов и вводить административную ответственность. Тогда штрафы будут очень даже приличными. «Усилить контроль именно. Потому что в данный момент, если их никто не проверяет, следовательно, они бесконтрольные. И в том числе очень много нарушений и по процедуре проведения, например, госзакупок». Антимонопольщики предлагают развивать в регионе конкуренцию. Тогда и цены вниз поползут. А ещё нужна бесплатная государственная лаборатория, где можно быстро проводить экспресс-тесты бензина по жалобам. Ну а сами топливники говорят, что неплохо было бы публиковать в СМИ адреса и названия заправок нарушителей. При личных компаниях разбодяжить топливо проблематично даже технически. Вместе с тем оптовые поставки на территорию региона может осуществлять кто угодно. «Все предложения и мысли мы зафиксируем, обдумаем, сформулируем их в качестве предложений и замечаний. Будут представлены документы, опять же, в качестве рекомендаций губернатору, всем участникам круглого стола и, естественно, отправленные в центральный штаб Москвы».